Неумелая организация или заранее продуманная афера? Страсти вокруг концерта, дискотека 80-х не утихают уже два месяца. Крымчане ждали звезд мировой величины, а получили пустые обещания и пропавшие финансы. Такого в Крыму еще не было. Деньги за билеты до сих пор не вернули ни одному человеку. При этом помочь не могут даже правоохранительные органы. Почему? Кто виноват и что делать обманутым? Смотрите в специальном репортаже Юлии Попович. Пони М от Таван, Секрет Сервис. Знаменитости с мировым именем в августе появились на афишах по всему Крыму. Дискотека 80-х, которая должна была состояться 30 августа в Симферополе, обещала и популярных российских исполнителей Алену Апину, Виктора Салтыкова, технологию и многих других. Одним словом, для поклонников шальных 80-х концерт предвещал целое событие. Объявления и афиши были расклеены по всему Крыму, не только по городу Симферополь. Я знаю, что в Черноморском контакте написали, куплено было 63 билета из Москвы. Много отдыхающих было, понимаете, поэтому очень удобная дата была. Тем более цена билета была от 600 до 1400. Как бы доступна многим гражданам. Я пошла на патриотизм. Я думаю, ну какой абонент сейчас сюда приедет. Они говорят, слушайте, ну вы можете себе представить, что люди из-за границы едут, не боясь санкций, а мы здесь, мол, боимся деньги эти заплатить. Я думаю, действительно, что это люди едут. Ну поймали на этом чувстве, да и все. Ну и пошла заплатила. Вот и заплатила Ирина за свой билет тысячу рублей. Собиралась идти с большой компанией друзей. Знакомые взяли билеты, можно сказать, оптом по 10-12 штук. Людей, загоревшиеся дискотекой 80-х, на полуострове оказалось много. Однако история закончилась не так радужно, как начиналась. Уже сегодня несостоявшиеся зрители уверены, с ними провернули аферу. Концерт 30 августа отменили. Перенесли на 13 сентября. И этот не состоялся. Следующая дата – 11 октября. Здесь уже никто не удивился. Дискотека 80-х снова осталась в туманной перспективе. Про концерт уже забыли давно. Сейчас у крымчан одна проблема – как вернуть свои деньги. Уже около двух месяцев они не могут сдать билеты. А организаторы все ходят вокруг да около. Потом же на сайте ВКонтакте они сообщили, чтобы мы ВКонтакт зашли на сайт, на этот номер, тот же номер телефона, зашли и сообщили указать количество билетов, на какую сумму, чтобы мы были там как зафиксированы. То есть они не отрицают то, что они вернут билеты, но увы. Мне тут же пришел ответ, сообщение на телефон, что билеты будут возвращены с 13 октября по 18 декабря. То есть никто не скрывается, но увы. На смену переносам даты концерта пришли переносы даты возврата денег за билеты. Обещания были разные, но пока организаторы не вернули ни копейки. Аргументируя это тем, что вырученные финансы пошли в оборот, сейчас в наличии их нет. Начали вести списки в соцсетях. В официальной группе концерта исчезли все объявления и посты, кроме одного, с длинным перечнем желающих вернуть билеты. Но надежды уже не осталось. С коллективными письмами обращались и в прокуратуру, и в милицию, в Министерство культуры и дирекцию стадиона «Локомотив». Ответ прокуратуры такой. В связи с болезнью солистки группы «Бонни-М» и невозможностью в связи с этим выполнения в полном объеме программы фестиваля проведения указанного мероприятия, запланированную дату, а именно 30 августа 2015 года, не состоялось. Так вот, мы попросили в коллективном заявлении, просим оказать помощь в возврате денег за купленные билеты. А нам ответили, что солистка «Бонни-М» заболела. Чем она заболела? Кто дал справку? Нас они интересуют. Верните, пожалуйста, нам наши деньги. Так где же искать виновных? Дирекция стадиона «Локомотив» от ответственности открещивается. Все, что сделали, заключили договор с организаторами компании «Союзник». Рассказывает замдиректора по безопасности. Своё лицо попросил не показывать. Он не появляется здесь. Тут уже много людей приходило. Я объяснял, показывал, давал координаты. И объяснял людям, что центр спортивной подготовки не имеет никакого отношения к проведению концертов. Мы были готовы предоставить ему помещение. Мы сразу предоставили ему кассы, помещение. Как он продавал билеты, поскольку, куда он деньги делал. Мы не имеем к этому никакого отношения. У нас чисто договорные отношения о предоставлении помещения. Договорные отношения на три дня были, да? Да, по одному дня на каждом. При этом просьбе показать прессе эти договоры директор стадиона «Локомотив» отказал. Почему? Вопрос остаётся открытым. А вот желающим вернуть деньги за билеты сообщили немного другую информацию. Никаких договоров о проведении на стадионе каких-либо мероприятий не было. Было только на 30 августа, на первое число. Да, был договор о проведении мероприятия. После этого, после двух переносов на этих два числа, никаких договоров о проведении мероприятия на стадионе не было. Интересный факт. Компания, с которой был заключён контракт, основана 8 сентября, в то время как первоначально концерт должен был состояться в конце августа. Признаки афёры были налицо ещё с самого начала. Их заметила налоговая, когда в ходе проверки обнаружила, что в кассах стадиона «Локомотив» реализует билеты на концерт «Гражданка Белоруссии» от белорусской компании. Соответственно, информация была передана в подразделение МВД, вызванные представители полиции, соответственно, в результате совместных мероприятий незаконная деятельность была пресечена. Организаторы вовремя спохватились. Зарегистрировались на территорию Крыма как российская компания. К нам в руки попал их устав. Называются теперь ООО «Союзник». Здесь же указан и их адрес. Ещё один интересный факт. В ответе на письмо пострадавших от правоохранительных органов указан совершенно другой адрес. Улица Пушкина, дом 18. Под этим адресом числится компания «Союзник», официальный организатор дискотеки 80-х. Мы решили навестить их. Прибывая на место, были крайне удивлены. Адрес привел нас к этнографическому музею. Как оказалось, мы не первые. По словам охранника, сюда частенько заглядывают люди с вопросами «А где же офис номер 17?» и уходят разочарованы, получив ответ, что в этом здании никаких частных компаний нет, одни музейные экспонаты. Не меньше удивления вызвал второй адрес – Бархатная, 92. Такого дома в Симферополе и в Памине нет. Улица под этим названием находится в Белом-5, а вот на номере 24 дома и вовсе заканчиваются. Последняя надежда пообщаться с организатором дискотеки 80-х Константином Луньковым, связаться по телефону с прессой, поступил он так же, как и с желающими, пойти на концерт. После многочисленных обещаний дать интервью, ссылаясь на занятость, комментировать ситуацию в конечном итоге не стал. И все-таки должен ли был состояться концерт или нет? Мы вышли на менеджеров заявленных знаменитостей. Алексей Богдановский, представляющий от Таван в России, уверяет о том, что группа должна была выступать в Крыму и речи не шло. Там был заявок на Таван, писали письма, в том числе в администрацию города и на имя директора площадки, что Таван в эти даты находится в другом месте, что мероприятия проводят мошенники. Соответственно, все письма были направлены. А вот с группами Бонни М, Сикрет Сервис, Си Си Кейч и другими исполнителями дела обстоят иначе. По всей видимости, их обманули так же, как и крымчан. На связи Александр Сенечек, менеджер «Звезд в России». Должны были приехать, но заказчик куда-то пропал, ничего нам не заплатил, и поэтому мы не поехали. Министерство культуры происшествием возмущены, но сделать ничего не могут. Согласование дискотеки 80-х через ведомство не проходило, да и не должно было. Как отметила Арина Новосильская, законодательство России в сфере гастролей не предусматривает наказания таких лжепрокатчиков. Как следствие, ни один россиянин не защищен от концертных афер. Поэтому Министерство культуры выступило с инициативой о функциях надзора внутри Министерства по контролю за осуществлением гастрольных подобных действий. Потому что мы знаем всех прокатчиков, мы знаем и заключаем договоры в соответствии с законодательством Российской Федерации без такого центра. Без функции Министерства культуры о согласовании всех гастрольных действий могут быть вот такие ужасные проколы, которые в первую очередь бьют по бюджету, по карману крымчан. Это недопустимо. Причин возбуждать уголовное дело законодательно нет. Искать виновных бесполезно. Тем, у кого билеты на руках, остается одно – попытаться добиться правосудия в суде. Если на основании претензии не будет выплачена такая стоимость, то тогда ее можно будет получить только через суд. Обратиться в суд с исковым заявлением через суд можно будет получить также и неустойку. При всем напоре возмещенной общественности организаторы дискотеки не скрываются. На все вопросы отвечают по заявленным телефоном. Даже до сих пор обещают провести концерт в мае от тем, кто сохранит билеты – бонус, еще плюс один. Верить этим словам и ждать туманного события или бороться за право вернуть деньги – дело каждого. Есть и сведения, что подобная ситуация была и в Белоруссии. Юлия Попович, Евгений Стариков и Виталий Голубев. Служба новостей и ТВ.